Новогодние застолья еще не начались, а некоторые жители Ирбиты, например, уже готовы поклясться, что видели Деда Мороза в обнимку с драконом, выезжающих из леса на мотоцикле. Аналогичную картину наблюдали и жители Екатеринбурга, правда без дракона, но зато со снегурочкой, которую бородатый мотоциклист катал на саночках по замерзшему городскому пруду. О чертовщине с дедовщиной разузнала Дарья Манахина. Дед Мороз и символ наступающего года дракон Вербит приехали на Урале с коляской, а как еще они могли появиться в мотоциклетной столице России? Все на елку! Для зимних поездок по городу борода и теплая шапка Деда Мороза то, что надо, говорит байкер Виктор. В них не продувает. Правда, согласовывать эту поездку с ГАИ ему пришлось не один день. Бессказочные персонажи не только своим здоровьем рискуют, разъезжая без шлемов, но и отвлекают других участников дорожного движения. Все радостно, с криками, воплями, просят помочь, загадывают желания. Драконов в коляске Дед Мороз прокатил по центральным улицам города и завез в городок Ледовый. Здесь к ним тоже сбежались с просьбами. Маленький Елисей, увидев Урал, захотел такой же мотоцикл и даже предложил взамен свой, детский. Ах, на мотоцикле! А строители городка попросили Мороза. Хороший минус на улице им бы сейчас только в плюс. В столице Урала мотоциклами хоть и не славится, но байкер Сергей решил лучшего транспорта для Деда Мороза не найти. Свою хонду к новогодним праздникам он готовил с лета. Теперь мотоцикл может не только ездить по зимнему городу, но и выйти на лед. В каждом колесе по пять тысяч шурупов саморезов. Конечно, он потяжелел, но держать просто нереально на льду. Для настроения Сергей установил на городском пруду елочку, вначале прокатил внучку-снегурочку, потом созвал покататься прохожих. Сам мотоциклист говорит, сзади страшнее, чем за рулем. Санки все время заносят на поворотах. Это только со стороны выглядит, как детская забава. На самом деле аттракцион для любителей экстремальных ощущений. Это не просто на санках с горки, это на санках за мотоциклом, на котором Дед Мороз. Это непередаваемые ощущения. Катать прохожих по льду Сергей планирует все новогодние праздники. Он обещает появляться на городском пруду неожиданно, как и положено настоящему волшебнику. Дарья Манухина, Новости 41-го канала.